те задачи которые вы ставили перед собой и если так подвести маленький маленький мини ток то сколько месяцев 9 прошло до 9 месяцев прошло вот если вернуться на 9 месяцев назад те задачи которые вы ставили перед собой когда только пришли в качестве главы округа и нынешние ваши задачи они радикально отличаются вот все же люди разные кто-то пессимист тот оптимист я всегда был оптимистен поэтому когда я пришел работать в качестве главы я поставил себе довольно такие радужные задачи и был твердо уверен что их его для себя выполню даже простой пример то о чем я постоянно говорю вот очень важная задача город просто вычистить вычистят мусора бытового мусора строительного мусора город сделать чистым опрятным это казалось бы довольно легкая задача но казалось бы что организовать работу всех структур которые выбирают довольно сложная оказалась задача мы конечно на мой взгляд и по отзывам жителей мы довольно эффективно почистили город но еще очень много куда нужно прикладывать руку откровенно говоря я думал что с этой задачей я справлюсь в течение полугода работы своей потом будем двигаться решать уже какие-то восходящие задачи вот уже 9 месяцев прошло я вижу что еще очень очень много работы в этой части но проблема в первую очередь была с неразграниченностью территории с так называемым бесхозной территории я выбрали я бы даже сказал что знаете комплекс проблем комплекс проблем это и вот то о чем вы говорите неразграниченной территории которые считали и понятно кто их выбирает но если другие проблемы их много например проблема огромного количества строительную мусорную территории нашего города почему потому что в период строительного бума строили, после себя особо как-то не убирали, а это довольно большие затраты, это довольно большая сама по себе работа. Надо это технику соответствующую, это надо, во-первых, убрать с города, это найти место, куда выгрузить, поэтому это, подчеркиваю, это большой комплекс проблем, который сложился. Не могу сказать, что в городе эффективно работающая система управляющих компаний. У нас их довольно много, это, во-первых. Во-вторых, не все управляющие компании довольно добросовестно выполняют свои задачи. Это тоже факт. То, что касается деятельности казенных бюджетных учреждений, которые отвечают за благоустройство, мы вроде наладили работу. И там я четко вижу, вот здесь вот есть наша организация городская убирает, там всегда порядок. С управляющими компаниями мы боремся. Это тоже долгий, длительный процесс. Ну, если говорить про уборку и говорить про строительный мусор, своим постом в соцсетях вы задали такой большой темп и большую планку, обнажили большую проблему, жители обратились к вам. Мы же видим комментарии, много разных адресов. Все-таки проработали уже решение этого вопроса? Вы знаете, вот мы по какому пути пошли? И даже я подвергался критике вот за такой, может быть, за акцент на этой работе. Вот мы, во-первых, начали работу со свалками, которые, с мусорными всевозможными помойками, которых на территории города было великое множество. Мы почистили довольно существенно. Причем с помощью жителей, которые нам указывали, где нужно чистить. Но ведь помойки свалки — это такое явление, что если мы не наведем общей культуры поведения в городе, чтобы не засоряли, не мусорили, не выносили свой мусор и складывали около заборчиков, эту задачу не решить. После этого мы занялись строительным мусором. Одновременно мы занялись еще такой важной, на мой взгляд, проблемой, что удивительно, для меня это было удивительно, что все самые лучшие места в городе, я имею в виду скверы, парк, отдыха, зачастую оказывались люди сидели, ну, выпивухи сидели, скажем так. Места для отдыха совсем не культурного. И поэтому парадокс был для меня, когда мы приходим к людям, общаемся и говорим, вот здесь вот мы хотим сделать парк, здесь мы хотим сделать комплексного благоустройства, сделать скверик, и люди набрасывались на нас и говорили, ни в коем случае не делайте скверик, ни в коем случае не делайте тут никаких, значит, скамеечек. С удивлением спрашивал, почему? Там все равно будут сидеть алкаши, шумгам и так далее. Вот какое-то перевернутое сознание. Исторически так сложилось. Ну, вот какое-то перевернутое сознание. И я исхожу по-другому, что все-таки город этот и основные лучшие, лучшие в этом городе для нормальных людей, для людей, которые хотят жить, радоваться, воспитывать детей, и заниматься спортом, отдыхать. Поэтому мы тоже привели и проводим большую профилактическую работу, чтобы, во-первых, по улицам у нас было спокойно ходить, во-вторых, чтобы не было шума гамма. Во-первых, употребление алкоголя и алкоголя у нас в общественных местах запрещено, поэтому мы тоже эту часть. То есть эта работа, знаете, она незаметная, вот то, что мы перечислили, но она, на мой взгляд, очень сильно формирует благоприятный, комфортный образ жизни в нашем городе. Поэтому мы много сил и энергии этому уделяем, и так и будем продолжать. Спасибо вам. Спасибо.